Рассказ «Две вечности» На свадьбе гости с восхищением разглядывали высокого красивого жениха, а подруги невесты с завистью думали, «Как этой Ленке удалось отхватить такого мужа?» Правда, Леонид почти на двадцать лет был старше Лены, но в это трудно было поверить. Рядом с молодой женой и он помолодел. Его лицо как будто выточено из слоновой кости, с правильными чертами и формами, приятно звучащий мягкий голос, стройность в фигуре – все это привлекало к нему внимание присутствующих женщин. Но Леонид ни на кого из гостей не смотрел, и его взгляд был прикован только к Лене. Он часто говорил ей что-то на ухо, и она, улыбаясь, кивала головой. У Леонида это был второй брак, и многие удивлялись, что его первая жена, Лариса, с пятнадцатилетней дочерью Катей, тоже присутствовали на свадьбе. Они с радостью поздравили молодоженов, а теперь сидели за праздничным столом, оживленно беседуя с другими гостями. Еще перед свадьбой Леонид своим приглашенным на торжество сотрудникам сообщил, что там будут его первая жена с дочерью. В ответ на их недоумевающие вопросы он снисходительно улыбнулся. Интеллигентные люди должны легко сходиться-расходиться, поддерживая друг с другом дружеские отношения. Зачем ссориться? После свадьбы начались будни семейной жизни, и Лена с разочарованием узнала, что характер ее мужа эгоистичный, вспыльчивый и ревнивый. Постепенно ее жизнь превратилась в настоящую пытку. Леонид ревновал ее ко всем окружающим, по вечерам устраивал ей допросы о ее взаимоотношениях с сослуживцами и знакомыми. Кроме того, до болезненности, любящей чистоту и уют в квартире, он поднимал скандал, заметив даже маленький островок пыли. Зарабатывали они неплохо. Лена работала медсестрой в больнице, а Леонид был большим начальником, уже несколько лет возглавлял крупно-научно-исследовательское объединение. Они легко могли бы оплачивать труд домработницы, но Леонид капризно заявил, что не потерпит постороннего человека в своем доме. После пяти лет мучительной для Лены супружеской жизни, она стала серьезно подумывать о разводе. Детей у них не было, и оба очень переживали из-за этого, но никакое лечение не помогало. Почувствовав себя совершенно несчастной в браке, Лена твердо решилась на развод, но все время откладывала разговор об этом, опасаясь последствий из-за вспыльчивого характера мужа. Но тут вдруг в их городе началась межнациональная война. На улицах появились танки, возникла у Гороза для жизни людей определенной национальности, в том числе и для Леонида. Сотни беженцев спешно покидали город. Леонид чудом избежал расправы над собой прямо в своем рабочем кабинете, после чего ему с трудом удалось тайно покинуть город вместе с небольшой группой беженцев. Наспех попрощавшись с Леной, он пообещал сообщить о себе при первой же возможности. Позвонил он только через две недели. Оказалось, что он добрался до города, в который недавно переехала его первая семья, жена Лариса с дочкой Катей. На первых порах он остановился у них, и теперь он настойчиво требовал немедленного переезда Лены. Он сказал, чтобы она попробовала продать их квартиру, а если не получится, все оставила и ехала к нему, так как денег у него достаточно, потому что он успел взять все свои сбережения. Лена долго раздумывать не стала, так как события в городе обострились, днем и ночью на улицах раздавались выстрелы. К ее большой радости удалось быстро продать их удобную, в хорошем районе города квартиру, и уже через несколько дней она увидела своего мужа, взволнованного, счастливого, с букетом цветов в руках, встретившего ее на вокзале небольшого городка, в котором должна была проходить их дальнейшая жизнь. Поначалу они сняли комнату, но вскоре приобрели трехкомнатную квартиру в центральной части города. Как раз к этому времени контейнером прибыли мебель, книги и другие ценные вещи, которые Лена предусмотрительно отправила перед своим отъездом из родного города. Леонид придирчиво осмотрел полученные вещи, которыми он очень дорожил. Он происходил из древнего дворянского рода, часто рассказывал об этом гостям и тщательно хранил все документы и вещи, подтверждающие его принадлежность к высокопоставленным предкам. Довольный тем, что все дошло в полной сохранности и что Лена правильно все упаковала и смогла вовремя отправить, Леонид пригласил ее в этот вечер в ресторан, где они весело провели время. Счастливые они возвращались домой. Медленно прогуливаясь по ночным улицам города. Казалось, что только сейчас начинается их настоящая семейная жизнь. «А может быть здесь у нас и дети родятся?» мечтательно подумала Лена, идя под руку с мужем, который с любовью смотрел на нее. «Какой уютный городок!» сказал Леонид. «Как хорошо, что Лариса перебралась сюда с Катей, да и нам помогла». «Да, правду говорят, что не делается, все к лучшему», – поддержала Лена. Они радостно засмеялись, весело посмотрев друг на друга. С утра они начали дружно расставлять мебель, книги и другие прибывшие вещи. На сердце у обоих было празднично, легко. Леонид постоянно шутил, а если у Лены что-нибудь не получалось, он не раздражался, как совсем еще недавно, а снисходительно улыбаясь, помогал ей исправить неполадки. «А я глупая, еще разводиться хотела», – вдруг вспомнила Лена о своих прежних планах. «Как хорошо, что я не успела сказать ему об этом. Да, таких чудесных отношений у нас даже после свадьбы не было». Напевая, она расставляла книги по полкам с удовлетворением, думая о том, что даже после покупки квартиры у них осталась изрядная сумма денег, на которую они, не заботясь, могут прожить долгое время. «А там и работа подходящая, может быть, подвернется», – продолжала размышлять Лена, улыбнувшись подошевшему к ней с книгами Леониду и с удовольствием разглядывая богато обставленную просторную квартиру. Теперь она вспомнила удивление на лицах Ларисы и Кати, которые, узнав о том, что Лена с Леней приобрели трехкомнатную квартиру, спросили с недоумением. «Зачем вам такая большая?» «А мы гостей будем принимать, и вас в том числе», – любезно объяснил Лена. А Леонид довольный ее ответом кивнул головой. «Его как подменили!» – счастливо подумал Лена. И тут вдруг острая резкая боль пронзила всю ее внутренность. Еще до переезда Лену иногда беспокоила ноющая тупая боль в животе. Но к врачу она тогда не обратилась. Будучи сама по образованию медиком, она поставила себе диагноз «неправильное питание на работе». Поскольку у нее не было законного обеденного перерыва, она питалась на работе в сухомятку и потому решила, что появившаяся боль связана именно с этим. Она попринимала какие-то таблетки и старалась теперь и на работе употреблять горячую пищу. Боли то прекращались, то снова появлялись, но потом все прошло и к врачу она тогда так и не пошла. Леонид, услышав, что Лена громко вскрикнула, мгновенно подбежал и поддержал ее, иначе, возможно, она упала бы со стула, на котором стояла, расставляя книги. «Что с тобой, родная?» – лицо его побледнело. «Не знаю, невыносимая боль там, внутри», еле слышно произнесла Лена, которую Леонид уже заботливо уложил на диван. В этот раз пришлось обратиться к врачам скорой помощи. Но прибывший врач не смог установить диагноз, и поскольку боль не утихала, Лену отвезли в больницу. По дороге в больницу Леонид, держа руку Лены в своей руке, тихонько утешал ее. «Потерпи, милая, сейчас тебе помогут, все пройдет». Около получаса он нервно прохаживался у кабинета дежурного специалиста больницы, и, наконец, дверь открылась. Пожилой седовласый врач, снимая с лица марлевую повязку, устало спросил, «Это вы приехали с больной?» Судорожно сглотнув, Леонид молча кивнул. «Кем вы ей приходитесь?» опять задал вопрос врач. «Я ее муж, почему-то вызывающе ответил Леонид. «Я сразу хочу предупредить вас». Мягко начал свое обращение врач и вдруг замолчал, пристально посмотрев на Леонида, у которого от этих первых слов врача сильно застучало сердце. «Я хотела бы заранее предупредить вас», продолжал врач, «как бы оттягивая время, чтобы вы не говорили своей жене о моем предположительном диагнозе, хотя я уверен, что дальнейшие исследования подтвердят его». Он опять замолчал на несколько секунд и, наконец, произнес, вопрос «Вашей жены, по-видимому, непроходимость кишечника в острой форме». «А разве это не излечивается?» с трудом спросил Леонид. В ответ врач тяжело вздохнул. «Нужна срочная операция, а там что Бог даст?» Но гарантии никакой. Только сейчас Леонид осознал, что жизнь Лены под угрозой. «Как же так? Почему?» – сдавленно спросил он. Врач пожал плечами и, опустив голову, быстро ушел. После операции Леониду осторожно сообщили, что у Лены обнаружен рак в такой стадии, что надежды на выздоровление нет. Когда он зашел в реанимационную палату и увидел похудевшее, заострившееся лицо Лены, он чуть не разрыдался. «Сейчас она спросит о своей болезни. Как быть?» – мысленно забеспокоился Леонид. Но Лена вдруг сказала слабым голосом. «Леня, я все знаю. Не мучайся. Медсестра случайно проговорилась». Она заплакала, кусая губы. «За что? За что мне это?» Теперь уже и Леонид не сдерживал слез. «Родная, возможно, врачи ошиблись. Я найду самого лучшего специалиста. У нас есть достаточно денег, чтобы вылечить тебя». Лена печально посмотрела на него и сказала голосом, от которого ему стало холодно и страшно. «Нет, дорогой, нет, дорогой, ничего не надо. Диагноз поставлен правильный. Я умираю, и никто мне помочь не сможет». Когда Леонид вернулся домой и вошел в нарядную, свежую, после тщательного ремонта, квартиру, он замер на пороге гостевой, как они ее назвали, комнаты, мрачно разглядывая дорогие старинные подсвечники необыкновенного качества и расцветки ковры на полу, оригинальные картины известных художников со вкусом развешанные на стенах, новенький, последней модели телевизор, огромный на всю стену книжный шкаф с аккуратно расставленными томами энциклопедий, словарей и других ценных книг. Он вспомнил, как, закончив всю расстановку мебели в квартире, они с Леной, обнявшись, долго стояли, любуясь результатами своего труда. А сейчас ему хотелось уничтожить все это, начать крушить шкафы, бить зеркала и рвать дорогие книги. Леонид схватил, стоящий рядом с ним, дорогую вазу и швырнул ее в книжный шкаф. Раздался звук разбитого стекла. Множество осколков упали на мягкий ковер. Он подошел к дивану, упал на него лицом вниз. Тело его затряслось в рыданиях. На следующий день Леонид сидел в кабинете главврача больницы, который, внимательно ознакомившись с результатами обследования Лены, молча застучал пальцами по столу, а затем произнес, «Хотя вы и настаиваете повторно оперировать больную, мы не будем». «Нет никакой надежды на выздоровление». Понизив голос, он добавил, «Я хорошо понимаю ваши чувства, но если ваша жена умрет во время второй операции, отвечать за это будем мы». Леонид вышел из кабинета и, не заходя к Лене, отправился домой. После сегодняшнего разговора с врачом у него неожиданно появилась неприязнь к Лене. «Почему она заболела? Почему разрушила все его планы?» Вспомнив, что она и прежде жаловалась на боли в животе, он едва ли не с ненавистью к ней подумал, «Неужели трудно было вовремя сходить к врачу? Как можно быть такой легкомысленной?» Охваченный эгоистическим чувством жалости к себе, потому что болезнь Лены нарушала его покой и упорядоченную жизнь. Леонид и не подумал о том, что вина лежит в большей степени на нем. Загружая Лену чрезмерной работой по дому, именно он не дал ей возможности вовремя обратиться к врачу. Уже около месяца Лена лежала в больнице. Врачи старались облегчить ее состояние, делали различные уколы, чтобы уменьшить боль. Несколько раз ее навещала Лариса, а вот Леонид стал приходить редко. «Почему ты не приходишь? Ведь мне недолго осталось!» Печально спросила она мужа, когда он, наконец, посетил ее и, выложив на тумбочку кефир и соки, собрался уходить. «Через неделю тебя выписывает домой», вместо ответа сказал он и, посидев минут пять, ушел. Хорошо знающий характер мужа, Лена поняла, что хотя он и переживает о ней и сожалеет о ее болезни, но еще более жалеет себя и раздражается от того, что усложнилась его жизнь. Она знала, что он и сейчас любит ее, но еще больше он любит и всегда любил самого себя. Лена вдруг почувствовала себя совершенно одинокой, никому не нужной. Подходило время обезболивающего укола и резкая острая боль охватила все ее тело. Она застонала и вцепилась в простыни. Внезапно ее охватил страх. Неужели она вот так и умрет, одинокая, никому не нужная, в чужом городе, оставленной даже тем, кто ее по-своему любит? Боль немного утихла. Лена с тоской подумала, что если бы она находилась сейчас в своем родном городе, то пришли хотя бы подруги, сослуживцы, потому что близких родственников у нее уже не было, а дальние жили где-то далеко. Нет, нет, я не хочу вот так умереть. Боже, помоги мне! Заплакал Лена, с печалью глядя на закрытую, неподвижную дверь своей одиночной палаты. Вот тут дверь приоткрылась, и на пороге появились две женщины средних лет, одна из которых с волнением обратилась к ней. «Лена, здравствуйте!» Лена растерянно смотрела на них. В одной из женщин она с трудом узнала знакомую Ларисы Шуру, с которой встречалась всего пару раз, когда еще жила в своем родном городе. Вторая женщина оказалась родной сестрой Шуры. Обе они тоже некоторое время назад переехали в этот город. «Меня зовут Зина», представилась сестра Шуры, пока ее сестра раскладывала на тумбочке гостинцы. «Я уже давно узнаю о вас от Ларисы, и вот захотелось познакомиться». Лена слушала ее с изумлением прийти к неизвестной тяжело больной женщине, особенно ее удивило то, что женщины пришли именно в тот момент, когда ей Лене было невыносимо тяжело. Шура заметил слезы на ее глазах и тихонько спросила, «Вам больно?» Лена утвердительно кивнула головой. «Ничего, я уже почти привыкла. А вы давно знакомы с Ларисой?» «Мы раньше работали вместе, когда жили в нашем родном городе», охотно отозвала Зина. «Лариса мне часто о вас рассказывала, восхищалась вашим характером, внешностью». А я тогда удивлялась. «Первая жена, то есть бывшая жена, в дружеских отношениях с новой молодой женой своего бывшего мужа». Лена слава улыбнулась. «Многие наши знакомые этому удивлялись. А почему мы с Ларисой должны враждовать? Ведь я у нее мужа не отбивала. Они разошлись задолго до нашего знакомства с Леонидом». Она вдруг замолчала и удивленно посмотрела на сестер. «Вы что, экстрасенсы? Меня боль совсем прошла. Так хорошо я себя давно не чувствовала. А до вашего прихода я не могла уже терпеть. Звала медсестру. Да она, видимо, опять к телевизору прилипла». Шура сказала. «Слава Богу, что боль прошла. Но мы не экстрасенсы. Мы верующие христиане. Поэтому молились, чтобы Господь помог вам». «Спасибо вам!» От всего сердца поблагодарила Лена. «Вы лучше поблагодарите Бога», предложила Зина. Лена торопливо сказала. «Я тоже верующая. Я молитвы знаю. Я перед операцией несколько раз сказала. Отче наш и живые помощи». Зина приветливо посмотрела на нее и спросила. «Лена, а вам читать сейчас нетрудно? Мы вам Библию принесли». «Вы, наверное, ее еще не читали». «Почему не читала?» Слегка обиделась Лена. «Я несколько раз читала. Но там многое непонятно. Я даже в церковь иногда заходила, хотя считаю, что можно быть верующим и не посещая церковь, потому что те, что ходят в церковь, поступают хуже неверующих». Зина протянула Лене Библию и сказала. «Читайте и просите Бога, чтобы Он помог вам понять Его Слово». Лена взяла Библию и, поблагодарив, спросила. «А как это – просить Бога? Разве человек может разговаривать с Богом? Как может Бог, Который на небес, услышать меня, простую грешницу?» Сестры с радостью слушали Лену, а затем Шура сказала. «Иисус Христос – друг грешников. Он всегда отвечает тем, кто нуждается в нем». Зина рассказала Лене историю из Евангелия о том, как в храм пришли помолиться двое людей – самодовольный, гордый фарисей и осознавший свое ничтожество и греховность мытарь. Господь умер за грехи всего мира, но Он оправдывает только тех, кто осуждает себя за грехи и обращается к Богу. Когда сестры ушли, Лена откинулась на подушку и от всего сердца взволнованно повторила только что услышанные ею слова из Библии. «Господи, будь милостив, ко мне грешницы!» Когда Лену выписали из больницы и отвезли домой, Зина продолжала навещать ее. Шура жила далеко от Лениного дома, но тоже иногда приходила к Лене. Каждый раз во время посещения Зина читала Лене Библию, а затем они вместе рассуждали над прочитанным к большому неудовольствию Леонида, который был убежденным атеистом и не желал ничего слушать о Боге. Однако посещениями верующих он не препятствовал, желая доставить радость умирающей жене. С каждым днем он становился все более нервным, а Лена все более спокойной и счастливой. Леонида изумляла очевидные перемены в жене. Он видел, что она совсем не боится смерти, безропотно переносит сильную боль, с нежным чувством и пониманием относится к проявлениям его тяжелого характера. Он любил ее все сильнее, но, не имея силы побороть свой нрав, часто вслух упрекал ее за болезнь, плакал при ней и однажды даже накричал на нее. Во всех этих случаях Лена лишь кротко смотрела на него. Глаза ее лучились с любовью и искренним состраданием к нему. Однажды она сказала, «Леня, я прошу тебя, обязательно женись после моей смерти, ты не сможешь жить один». Он закричал, «Не говори мне глупостей, мне никто не нужен, кроме тебя, ты не должна умереть». Лена тихо сказала, «Успокойся, дорогой, скоро Господь заберет меня к себе, я это знаю, я очень прошу тебя, постарайся полюбить Иисуса Христа, без Него все бессмысленно». Он резко перебил ее, «Пожалуйста, никогда мне не говори о Боге, я не желаю об этом слышать». Лена неожиданно твердым голосом сказала, «Если ты не примиришься с Богом, мы никогда с тобой больше не увидимся, вечности мы будем находиться в разных местах». Леонид в недоумении смотрел на нее, «Что ты имеешь ввиду?» «То, что я спасена, и поэтому всю вечность буду с моим Господом», спокойно объяснила Лена. «А ты, если ты будешь все время противиться Богу, попадешь вместо вечных мучений, и мы никогда больше не увидимся с тобой». В дверь позвонили, пришла Зина. Леонид хотел сначала сразу же выгнать ее и впредь запретить ей приходить в их дом, но потом сдержался и, впустив ее в квартиру, тот же ушел на кухню. Однако услышанные слова о вечности глубоко запали в его сердце. Неужели действительно они с Леной будут в вечности в разных местах? Леонид вдруг понял, что он перестал быть убежденным атеистом. Во всяком случае, сейчас он верил в то, что вечность существует и Бог точно есть, потому что только Бог мог так изменить Лену. Теперь он верил, что Бог есть, но этот Бог вызывал у него глубокую неприязнь от того, что допустил такую страшную болезнь Лены, а его Леонида приготовил к мучительному одиночеству. Обладая незаурядными умственными способностями, много лет возглавляя научно-исследовательское объединение, Леонид старался своим умом понять действия таинственного для него Бога. Мысленно он задавал ему много возмущенных вопросов. Почему им с Леной пришлось уехать из родного города, менять привычную атмосферу, а ему Леониду оставлять престижную и хорошо оплачиваемую работу? Почему у них нет детей? Почему Лена так тяжело заболела? На все эти вопросы Леонид не получал ответа. Молчишь, дерзко продолжал он мысленное обращение к Богу и в очередной раз принимал решение никогда не открывать Библию. Если ты молчишь, допуская такие беды в моей жизни, то я не желаю читать твою книгу, как бы объяснял Леонид свое поведение. После покаяния Лены к ней кроме Зины приходили и другие верующие, братья и сестры, так с любовью называла их Лена. Несколько раз приходил служитель церкви, мужчины лет сорока, и Леонид всякий раз сожгучей ревностью в сердце дожидался, пока он выйдет из комнаты, где лежала Лена. Хотя она объясняла ему, что такие беседы нужны верующим, чтобы очищаться перед Богом, но он всегда недоброжелательно встречал приходившего в дом служителя. На его приветственные слова отвечал мрачным молчанием, а при его уходе подозрительно посматривал на него. Правда, Леонида удивляла, что в ответ на его вызывающее поведение служитель всегда отвечал искренним дружелюбием. Он чувствовал, что верующий был всем сердцем расположен к нему и как будто не замечал его раздражительных взглядов и слов. Все-таки они какие-то необычные все эти новые Ленины друзья, задумывался иногда Леонид. Однажды Лене стало очень плохо. Она стала задыхаться и непрерывно стонала. Прибывший по вызову врач скорой помощи отозвал Леониду в сторону. Ваша жена умирает. Крепитесь, потому что смерть ее будет мучительной. Болезнь поразила уже и легкие. Оставив ампулы с обезболивающими лекарствами, скорая уехала. А Леонид растерянно заметался по квартире. Что делать? Что делать? Ну, почему я такой несчастный? Он подошел к жене. Глаза ее были закрыты. Она тяжело и часто дышала. не помогает твой Бог, со злостью сказал Леонид. А Лена вдруг задышала спокойно и ровно. Глаза ее были по-прежнему закрыты. Казалось, она безмятежно спит. Каким-то образом Леонид понял, что Бог ответил на его дерзкий вызов и дал Лене облегчение. «Все-таки он есть, он живой, он все слышит», заметались мысли в его голове. Леонид вдруг почувствовал себя ничтожным и жалким в присутствии великого Бога. Но уже в следующую минуту возмущенно подумал, если он есть, почему он забирает у меня Лену? Он тихонько позвал жену, но она не отвечала и только слабое дыхание говорила о том, что она еще жива. «Надо звонить Зине», сообразил он вдруг, обрадовавшись, что не останется один в такое тяжелое время. Через пятнадцать минут пришла Зина с еще одной верующей, которая в последнее время часто навещала Лену. «Она ничего не отвечает», раздраженно заявил Леонид. И два сестры появились на пороге квартиры. Затем он рассказал о том, что врач предрек Лене мучительную смерть. Вместе с Леонидом сестры вошли в комнату, где лежала Лена, и склонились над больной. «Она все слышит», спокойно сказала Зина, «просто сейчас ей трудно говорить». Сестры сели рядом с кроватью Лены. Затем Зина достала из сумки Библию и, открыв ее, прочитала. Псалом 33. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Леонид торопливо вышел в соседнюю комнату и сел, мрачно размышляя о той тяжелой минуте, которая ожидала его. «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет», услышал он последние слова псалма, и вдруг рубкая надежда затеплилась у него в груди. «Не погибнет», сейчас прочитала Зина, «Ведь Леночка так искренне уверовала в Бога». «Неужели Бог допустит, чтобы она умерла? Неужели он заберет самого любимого для него человека?» Сестры вышли из комнаты Лены и подошли к Леониду. «Что такое? Почему?» нервно заговорил он. «Почему вы оставили Лену одну?» «Лена уже у Господа», спокойно сообщила Зина. «Кстати, врачи ошиблись, она совершенно не мучалась». Простонав, Леонид кинулся в комнату жены. На лице Лены застыла едва заметная улыбка. Казалось, она просто спит. «Почему она улыбается?» едва слышно спросил Леонид. «Возможно, она увидела то, что обрадовал ее», сказала верующая, которая пришла вместе с Зиной. «Теперь она будет радоваться всю вечность». «Но вы же сейчас читали о том, что верующие в Бога не погибнут». Леонид все еще не мог оторвать своего взгляда от улыбающегося Лениного лица. «Лена не погибла, она перешла из смерти в жизнь», объяснила Зина. После похорон верующие еще несколько раз заходили к Леониду, приглашая его прийти на собрание христиан, но он все больше замыкался в себе и от разговоров о Боге по-прежнему уклонялся. Он уже точно знал, что Бог есть, и даже несколько раз ощущал его незримое присутствие. Леонид чувствовал, что Бог хочет сказать ему что-то очень важное, но он всякий раз как бы закрывал свой внутренний слух и ожесточался, не желая простить Богу смерти Лены. Однажды он вспомнил слова Лены «Если ты так и не примешь Христа, мы больше никогда не увидимся». Эти слова вызвали в нем сейчас сильное раздражение против Бога, неприязнь к нему. «Почему ты мне ставишь условия? Почему ты от меня все время что-то требуешь?» закричал Леонид, подняв лицо к потолку. Вдруг он услышал в своем сердце ответ Бога «Я ничего не требую, я люблю тебя, не нужна мне твоя любовь, оставь меня в покое», опять закричал Леонид, не особенно удивившись тому, что Бог говорит с ним. Когда опять пришли верующие навестить его, он не впустил их, сказав, что очень занят, пишет автобиографическую книгу по заказу одного издательства. Он действительно написал такую книгу, это помогло ему отвлечься от мыслей оленей. Книгу потом опубликовали, он получил неплохой гонорар. постепенно Леонид привык к одиночеству. Он ни с кем не общался, много читал, в основном научную литературу. Все христианские книги жены он отдал соседке. Однажды Зина встретила Ларису, первую жену Леонида. «Леонид умер», печально сообщила та. Неожиданно у него обнаружили рак в тяжелой форме. «Почему ты ничего не сообщила мне?» взволнованно спросила Зина. Лариса молчала. Затем так, и не ответив на вопрос Зины, добавила, он очень боялся смерти и до последнего мгновения сильно мучился от боли. Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok